Ислач Виталия Жуковского Эта же причина, по мнению Жуковского, сказывается на игре белорусских команд в Еврокубках. Мы можем сейчас посмотреть наши Еврокубки, как наши команды играют. Когда они играют в чемпионате, у многих все получается, раскрепощены. Взять тоже БТ с натяжкой. Просто видно по ребятам, они не показывают всех лучших качеств, потому что они волнуются. Взять «Шахтер» тоже самое. Взять даже первые игры «Динамо» Минского. Такая же все просто. Ребята на голову сильнее тех команд, которые играли. Тот же «Шахтер». Видно, что они сильнее, но вот это давление не позволяет им добиваться положительного результата. Впрочем, еще до матча против «Жудинского торпеда» главный Волков надеялся, что пауза в чемпионате позволит перезапустить процесс по спасению. Не сомневая своих футболистов насчет мастерства, а самое главное психологически, как они будут реагировать на те или иные моменты. И много было, когда мы забивали первыми и проигрывали матч. Потому что это опять же психологический момент. Забивает, ты все равно, хоть я эмоционально кричал вперед, 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 выше, они все равно. Их ментально несет назад, они становятся, начинают бояться, хотят получить всякие очки. Так что надеюсь, что перезагрузка произойдет и у нас все получится. В наборе уверенности футболистам Ислыча, кажется, очень помогли победные кубковые игры против «Белшины» и «Городеи». Перед игрой с «Белшиной», я говорю, я хочу, чтобы вы со стороны сейчас посмотрели даже на себя, как вы можете играть. Я просто был уверен, что вы будете раскрепощены, вы будете показывать свои лучшие качества. Так, в принципе, и получилось. И то же самое с «Городеей». Был какой-то там, я не скажу, соперник довольно квалифицированный, с хорошим подбором футболистов, я считаю. И мы, ну, играли, солидно смотрелись, потому что, ну, опять мозги, все, не давляет результат. Летом состав Ислыча пополнены сразу несколько футболистов. Вернулись в команду Дмитрий Комаровский и Ринар Валеев. У нас тренера была договорилась, что я поеду домой в отпуск и в дальнейшем вернусь в команду. Если бы были у меня достаточно хорошие предложения, то я, как бы, может быть, и сменил бы клуб. А так, пообещал тренеру, что вернусь и доиграю до конца года. Я думаю, что задача сложная, но не невыполнимая. У нас сейчас команда хорошо комплектовалась с новыми игроками. И я думаю, что эти игроки помогут для достижения этой задачи. Конечно, будет тяжело отрыв 11 течей, но я думаю, что мы должны в первую очередь сами побеждать и не смотреть на соперника, как он будет выступать. Большое количество хороших по белорусским меркам футболистов покинули Брестская и Динамо на правах аренды. Не было ли соблазна взять кого-то на второй круг? Мы взяли, условно, Ринара Валеева, да, на полгода, да, вроде бы, какая разница, взять в аренду его или взять так. Но мы, видите, договорились о дальнейшем сотрудничестве. А если берешь арендованный, его могут любое время отозвать. Вот опять же, мы первый раз взяли, можно сказать, с Артюнова Сорока, его как бы отозвали, понимаете. Потом это уже другая, ну, понимаете, ты сидишь на пороховой бочке, это не твой футболист, и ты не знаешь, ты с ним даже не знаешь, как вести диалог и видеть. Просто это проблема, и не очень мы доверяем аренде, потому что хотелось бы, чтобы это твой футболизм. В кубковых матчах здорово в центре поля выглядел Алексей Тараканов. Парень 96-го года рождения – это уже внутренние резервы клуба. Он, в принципе, был неплохо, осмотрелся в первом круге, ну, не в тревожном процессе, но все равно. При прочих равных все равно, думаю, что опытный, что психологически меньше был, как говорится, колотило. А видите, как получается, он такой футболист, что, наоборот, оказывается, не все дело в возрасте, понимаете. Потому что некоторого и в 35 трясет до сих пор, а некоторого в 20 он, да, как, условно, Лисякович выходит и спокоен, и в Еврокубках хорошо играет, выделяется, понимаете. Так что дело, наверное, все-таки иногда не в возрасте, при прочих равных, конечно, в возрасте. Но он, в принципе, усилит, я думаю, что и он нам, ну, я надеюсь, что поможет. Впереди теперь уже 14 матчей для решения невероятно сложной задачи по сохранению места в высшей лиге. 9, 10 и 12 очков от Минска, Слави и Крумкачоу, соответственно. При матче в запасе все возможно. Это не мы выбираем хвост, а они, как они будут играть, как они будут набирать очки, это уже зависит больше от них, да, кто будет, на кого мы будем смотреть. Так что мы здесь уже, как говорится, заложники этой ситуации. Ну и, конечно, надеюсь, что все-таки у нас все срастется, потому что есть определенная проблема сейчас в клубе, которую мы не ожидали, да. И хотелось бы, чтобы все-таки то, что я сегодня вам говорю, то, что это все воплотило жизнь, потому что может все развернуться иначе.